Продолжаем дискуссионный клуб в эфире Эдвин Спутя и капитан Немо. Ну и разговариваем о кооперации, разговариваем о продуктах, которые не лучшего качества нам предоставляют наши, вернее, не наши, чужие торговые сети. Наших уже у нас не осталось. И что делать в данном случае? Немо, что там у нас новенького? Что новенького? Хочешь бы смеяться? Ну, хочу, хочу. В течение следующего часа мы поговорим насчет рака и лечения рака. Это рак, который сам себя не лечит? Да, да, который сам себя не лечит. Но, как новость часа, агентство ЛЭДС рассказывает нам о том, как Латвия заполучила ноту за неуважение мусульманских традиций при явлении в аэропорту новоиспеченного посла Объединенных Арабских Эмиратов. Это посол в Латвии, я так понимаю? Да, да, да. Это посол в Латвии. И что ж мы такого натворили-то? Ну, зачем послали, тоже непонятно, да, потому что у нас вроде как большой бизнес с этой страной нет. Ну, посол, вот и послали. Да, ты посол. Вот и посла. Как бы там ни было, но она сказала, что хиджаб не снимет, а представляете, наш сотрудник безопасности там ниндзи, да. Ну, вот. Они, естественно, там сняли, похоже, без присутствия женщин, или это женщин сняли, да. По-любому скандал. Но, а что было бы, если, скажем, наша какая-нибудь блондинка, дипломатка, явилась там в шортах или в мини? Не проблема. У нас есть сопрецедент, депутат Борби, сходил в шортах по сайму. Но он не блондинка. И не в Эмиратах. Ну, это проблема. Ну, факт, что я думаю, что наши сотрудники аэропорта поступили очень симметрично, да, потому что, представляешь, как они могут знать, что под покровом ниндзи находится. Конечно, надо посмотреть, сверить с паспортом, и какая разница депутат не... А в паспорте фотография с покровалом или без? Вот, это очень деликатный вопрос. Я думаю, тогда мы паспорта можно было уже клепать конвейерным. Нет, я думаю, что в паспортах что-то должно присутствовать. Может быть, отпечатки пальцев или там личиков, не читай. Ну, ладно. Как бы там ни было. Ну, да. Я вспоминаю дискуссию на ту тему с своим замполитом в 80-е годы, что он рассказывал, что вот раскрепостили восточные народы, там Паранжу сняли. Но я всегда любил провоцировать своих собеседников. А у него жена была Марфа Петровна. Но я сказал, ну, представьте, что войну бы выиграла африканское племя Мумбу-Юмбу и раскрепостила вашу Марфу Петровну, и она хотела бы без лифщика. Ну, я думаю, он был бы доволен. Ну, вот так. На этой веселой ноте мы закончим этот час. Ну, и поговорим с вами еще о других вещах в следующем часе.